Всем привет! И скоро у моей куклы Штефи свадьба! И я хочу вам показать наряд, который мы купили. Мы купили, смотрите, специально для Штефи свадебный наряд. Так что, Штефи, будем мерять платье? Да, будем! Открывай! Оп, держи. И туфельки. Туфельки на резиночках здесь. Сейчас их так просто достанем и все. Одна и вторая. Все, больше ничего нет. Смотрите, ребята, какие туфельки. Вот такая фата. И она сразу приделана, получается, с короной вместе. А платье куда ты делала? Давай же платье покажем. Это манекен пластмассовый. Я тебя мутно вижу. Смотрите, какое оно. Получается, платье идет с розовой полосочкой. И корона у нас розовая, чтобы было какое-то сочетание. Оно вот здесь на резинке. Должно быть, я думаю, пышным. Видишь, как оно делается? Можно сделать его сильно пышным. А можно и не сильно. Как же тяжело, вот он в полосе одевается. Они, наверное, у меня толстые. Нет, Ярослава, легко оно одевается. Ты просто поспешила. Так, смотри. Так, оп. Быстрее, быстрее. Его нужно будет на ней хорошо расправить. Вот, получилось. Можно ли я? Ой, ну так вообще, когда его натягиваешь, оно длинное-длинное получается. Теперь одеваем туфли. Потом фарфу. Да. Туфли, наверное, какие-то большие. Нет. Мне так, по крайней мере, кажется. Ну да, чуть-чуть великоваты, конечно. Ну, на другую куклу пойдет. Сейчас оденем фату и посмотрим, как это все будет смотреться. А туфли тогда другие ей оденем. У нас есть из чего выдавать. Нет, ты же смотри, смотри, как ты одела. Она как бабушка какая-то получилась. Она просто плохо растягивается. Я думаю, это вот так вот одевается. Садили, оп. И расправляй фату. Я думаю, что у нас красивая невеста получилась. И я думаю, мне тоже очень нравится. Ну, а теперь рассказывай, что мы будем делать. Платье невесты нам подошло. Невеста готова. Все. Значит, свадьба состоится. Для нее, друзей, платье. Правильно. А теперь для остальных девочек из нашего кукольного домика, для Барби, для Штефи еще у нас есть. Мы будем шить наряды. Мы с Ярославой были в магазине и накупили всяких разных интересных штучек. Декора разного для наших нарядов. Чтобы у нас был материал. Сейчас мы его достанем, покажем. Это, ребята, пуговички. Вот это пуговичка-карандаш. Ты мне его отдавала для Савы. У Савы был домик в шкафчике? У нас есть пуговичка-мороженка, есть пуговички-бантика, машинка. Также мы купили вот такую резинку специальную, которая тянется. Купили вот такую вот ленточку. Она очень красивая. Мы решили, что будем, может быть, поясок делать какой-то. Кукле добавлять. И ужастиков! А Ярослава выбрала вот таких вот ужастиков. Сказала, что тоже будет ними украшать платье. Также купили вот такую бабочку. Не знаю, зачем она эта бабочка. Пояс сделаем, да, из нее? Из вот этой. Ну, не знаю. Просто, в общем, купили, потому что захотелось Ярославе. Да. Взяли вот такие вот ленточки разные. Я уже скрываю. У нас есть еще вот такая вот веревочка. Тоже, может быть, понадобится нам. Разные, в общем, бисер, бусинки. А также у нас есть вот такая вот очень красивая материя. Золотая. И мы из нее начнем шить наряд. У меня есть вот такая вот заготовочка платья. Мне нужно ее обвести, а потом вырезать. Начинаем. А ну, смотри, получилось? Видно хорошо? Ну, теперь начинаем вырезать. Нам нужно взять платье и приклеить его на скотч с одной стороны. Мы уже разложили скотч. И теперь сейчас будем клеить платье на него. Вот так. А теперь, получается, загибаем и приклеиваем остальную нашу часть. Получается, мы его не шьем, а просто склеиваем. Вот, что у нас за чудо-платье получилось. Это же с одной стороны, а теперь показывай с другой. А вот этот шов мы закроем бусинками или ленточкой. Чем угодно, сейчас определимся. А теперь нам надо взять кусочек липучки, отрезать его и приклеить вот сюда на платье. Двухсторонним скотчем. Правильно. Давай отрезай. Да. Я вот столько отрежу. Надо не сильно много. В общем, каждый ребенок сможет шить себе такое платье. Да. Для этого нужны, в принципе, только ножницы, что такие более опасные. А так? Значит, мы наклеим сюда. Как я понимаю. Так, вот сюда. И вот сюда внутрь. Да, держи. И вот теперь можно вот так вот склеить. Да, все, в принципе, полностью готово. Теперь только украсить осталось. Да. Мы платье сзади по шву украсим вот такими вот камешками. Правда, прикольное? Да, красиво должно получиться. Давай, я буду тебе клеить, а ты камушек. Приклеивать. Да. Вот один камушек готов. Мы будем близко-близко или на расстоянии? На расстоянии. Давай тогда так. Его надо быстро-быстро клеить, потому что он очень быстро высыхает. Ну, я думаю, мы успеваем. Все у нас получается. Да. Вот такой у нас получился шов. Это, получается, платье будет сзади так выглядеть. Да, с камнями. Я хочу перевернуть на другую сторону и тут наклеить бабочек. А, спереди платье бабочками еще украсим. Да. Разноцветными? Да. Ну, давай. Где будет первая бабочка? Показывай. Вот здесь? Да. Давай. С бабочками вообще платье интересно смотрится. Ну, я думаю, что нам нужно куклу одеть и посмотреть на кукле. Какую же нам куклу одеть? Давай Барби он возьмем. Иди сюда. Платье получилось лучше, чем у невесты. Да, ребята, очень красивое платье у нас вышло. Кукла очень нарядная. Кому понравилось платье, ставьте лайки обязательно. Лайки, лайки. А сейчас мы сошьем еще несколько платьев и потом вам их покажем. В принципе, шить мы их будем по этой же заготовке. А как их украшаем, мы шьем. Это уже, я думаю, вам понятно. Да. Все платья готовы. Смотрите, какие у нас девочки-красавицы получились. Вот первая. Платье с бабочками, да. Поварочивай. И шоу с камнями. Есть еще вот такая вот девочка. У нее тоже такое же платье и пошив такой, только украшено оно по-другому. С пояском оно и внизу с ободком. Это у нас два таких длинных получилось платья. И другое коротенькое. И другое коротенькое. У нас одно коротенькое платье. украшено. Это аж вот спереди тут такие ленточки и сзади. И последнее покажи платьечко. У нее тоже длинненькое, но не сильно. Оно из другой материи, но мы сделали поясочек. Из таких, как и эти девочки. Поясок давай покажем. Это Рапунс. Да, вот такой. Ребята, кому понравилось, как мы шили платье, ставьте нам лайки. Лайки, лайки, лайки. Пока, пока.